В студии Истра.РФ сегодня заслуженный деятель Искусств Российской Федерации, хореограф, режиссер, экс-солист Большого Театра Гитиминас Таранда. Добрый день! Добрый день! Что привезете на этот раз истринским зрителям? Знаете, с Истрой нас связывают уже такие давнишние отношения. Мы здесь открывали большой фестиваль «Русские сезоны» на площадке музея. Это было, конечно, грандиозно. Мы показывали несколько спектаклей под открытым небом и положили начало большим театральным действам в городе Истра. А сейчас мы решили приезжать в небольшие дома культуры и показывать наш балет в малых городах. Потому что, как показала практика, малые города вообще лет 30-40 вообще не видели балет. Балет не приезжает в малые города. Поэтому мы решили приехать и начать, конечно, с нашего самого известного балета, который все знают от мала до велика. Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро». У меня такой, знаете, как бы девиз, что «Лебединое озеро и щелкотчик» должен увидеть каждый житель нашей страны. Вот эти два спектакля, ну, это как, не знаю, Достоевский, как Пушкин. То, что проходить надо в школу, то это обязательно надо увидеть. Это стартовые спектакли, после которых вас может так зацепить, что вы дальше будете просто настоящим балетоманом. Тогда можно будет приходить не на Роман Джульетта, Кармина Бурана, Половенские пляски, Жизель, Байдерка и так далее. Мы, конечно, все помним те самые русские балетные сезоны, которые начинались несколько лет назад в МВК «Новый Иерусалим». Вот почему тогда не сложилось? Почему не стали продолжать? Ведь зрители шли. Да, это было настолько для всех неожиданно. Никогда не забуду, когда дирекция мне сказала, что, ну, 300 человек – это самое большое, что может постянуть Истера. И когда 800, 1000, 1500, что делать? Ну, 1500 человек, откуда брать стулья? Никогда не забуду воинскую часть здесь рядом стоящую. Мы туда обратились, сказали, выручай, товарищ полковник. И он привозит грузовики, разобрал свой ДК, чтобы привезти, поставить стулья. Представляете, это было такое вообще потрясающее, потрясающее событие, когда армия участвовала в том, чтобы всем было удобно. Они расставили стулья, лавки, столы. Это было здорово. Это было здорово. Но впоследствии мы продолжали работать с Министерством культуры Московской области. И мы считаем, что это была ошибка. Финансирование пошло по другим каналам. И, к сожалению, те люди, к которым поступило финансирование, не справились с задачей. И, конечно, погубили фестиваль. Поэтому всегда нужно, тот, кто начинает, он его должен делать. Потому что там лежит душа. А люди, которые просто получают какой-то бюджет и не понимают, что с ним делать, фестиваль погибает. И поэтому, к сожалению, они попытались что-то сделать. Но это было все на таком невысоком профессиональном уровне. И поэтому это заглохло. Но, тем не менее, я считаю, что мы заложили определенный пласт. И события там проходят, и будут проходить. Вот это очень важно. Есть такое мнение, что вот на периферию, куда-то в районы приезжают артисты не самого высокого полета. Каких артистов мы увидим в этот раз? Может быть, звезды Большого театра, Мариинского театра не очень любят выезжать в малые города, потому что у них достаточно работы своей в больших театрах. Но когда мы приезжаем со спектаклями, у нас в первую очередь, я всегда говорю артистам, мы, нам все равно, где мы выступаем. Гранд-опера, Лондон, Кавенгард, Мариинский театр. Или это город Истра. Уровень должен быть один на тот, что мы приехали танцевать для людей. Это самая главная позиция. Ты не приехал в периферию, знаете, а что это за театр? Господи, 8 на 8 метр, что здесь можно делать? Такого подхода у нас нет. В первую очередь, ты приехал танцевать для людей. И люди это чувствуют сразу. Понимаете, когда вы приезжаете, открывается занавес, некуда вешать декорацию, ну некуда, но мы привозим ее и вешаем, не знаю как. Открывается занавес, и люди, а что это? Это театр приехал. Это не просто черные занавески, два стула. Это приехал театр. И мы так и работаем, поэтому и репутация у нас во всех малых городах очень высокая. Люди с удовольствием идут, потому что они понимают, что мы танцуем так же, как в Гранд-упера или в Большом театре. С такой же отдачей. Ну, давайте уточним, что мы, это имеется в виду имперский балет. Да, совершенно верно. Вы основатель, создатель этого проекта. А как он родился? Вы знаете, когда в 93-м году страна рушилась, да, все закрывалось, как бы русское все не нужно было, все на свалку, всю культуру на свалку, вообще жуткое время было. И мы решили, как бы, создать свою компанию. Вот, я пришел к Майе Пресецкой и сказал, Майя Михайловна, я создаю свою компанию, потому что, ну, я делал уже много всевозможных спектаклей. Она сказала, это очень хорошо, но нужно придумать название компании. Я говорю, хорошо, Майя Михайловна, дайте мне срок, я прихожу к ней через месяц. Я говорю, Майя Михайловна, я говорю, есть название компании, которую я предлагаю вам быть почетным президентом. Она говорит, только не говори, что компания называется там, не знаю, там, Майя-балет, Тарада-балет. Я говорю, нет, это будет имперский русский балет. Она шахнула, она говорит, как, ведь империи нет. Я говорю, да, империю разрушили, но она есть в искусстве. Империя русского искусства существует во всем мире. И хотят этого американцы, англичане, или не хотят. Все русские создали культуру на Западе, в Англии, во Франции, во всех театрах оперных. Есть русские художники, музыканты, артисты балета, хореографы, все. Мы обогатили мир, да, сейчас мир закрывает, говорит, все русское убрать. Да, ну, конечно, мы им все подарили. Они, в принципе, встали на ноги благодаря русским сезонам, благодаря русской культуре. И поэтому в то время это было очень важно, поднять флаг и сказать, что мы живы, и империя русского балета существует. Вы себе представляете, какая была критика, да, что страна рухнула, империи нет, а здесь имперский русский балет, да еще в честь императора, потому что это в честь императорской семьи еще был назван балет. Как такое может быть? Ну, мы посчитали, что флаг надо поднять и держать. Ну, вот удержали. Ну, а вот как сейчас, вот в этой ситуации, когда, в общем, тоже Чайковский, не Чайковский, того запретить, этого закрыть, не слушать, не показывать? Как держать-то этот флаг? Такой ситуации не было даже при развале Советского Союза, который сейчас, потому что вот эта ненависть к русскому, она, конечно, везде. У нас рухнули все контракты и Австралия, и Новозеландия, и вся Европа. На самом деле, вот эта ситуация сейчас напоминает 37-й год, когда евреям не разрешали ходить по этой улице, нельзя сходить в эти кафе-рестораны, оденьте звезду. Ну, знаете, в такой ситуации, конечно, нам, артистам, это жуткая вещь, потому что мы лишаемся всего, мы не можем делиться с культурой, да. Да вообще для русских это ужасная ситуация. Ну, вот зная своих друзей, эта ситуация, конечно, безусловно, для всех русских, кто живет в нашей стране, она, конечно, нас объединит. Безусловно, она нас не разъединит, она нас объединит. Но то, что вот это закрывается все, и все русское становится ужасным, это, конечно, тот фашизм, который всегда живет и жил, и продолжает жить и в Европе, и в Америке, и в Англии. И мы это, это не пропаганда, знаете, вот когда смотришь телевизор, там, вот пропаганда, опять фашисты, опять это. Это не пропаганда, это на самом деле так оно и есть. И это надо знать, что против нас всегда поднимутся все страны, потому что они все помнят свои поражения. Все помнят свои поражения. И наполеоновские войны, когда вся Европа пришла грабить Россию. Да, это и Великая Отечественная война, когда вся Европа участвовала в разграблении России. Да, но этого не получилось, и никто благодарен русским до сих пор не остается. Вот, поэтому очень важно сейчас, сейчас в стране, в нашей внутри, именно говорить о любви, о красоте. Вообще удивительно то, что происходит с русскими, в русских нет ненависти, вот это потрясающе. Я не знаю, как это возможно, да, но разговаривать можно о чем угодно, но у нас никто не ненавидит украинцев. У нас нет этой ненависти, у нас никто не ненавидит немцев. Вообще бабушка моя, дедушка, да, они приходили, они раздоряли, они убивали и так далее, и так далее. Но их никто не ненавидит, вот как это возможно, да. Нет вот этой генетической ненависти ко всему западному, что у нас натворили. Это очень хорошая черта, это потрясающая черта, которая в душе каждого русского, она сохранилась. Это, знаете, такая православная часть, да, прощения открытого сердца. Это очень здорово. И поэтому наш балет, наш балет, я вот все спрашиваю, а почему у вас полный зал-то, смотрите, вообще. Сейчас вот такая ситуация. Сейчас вроде бы вот не те времена, чтобы балет это устраивает. Да, понимаете, вот мы только что вернулись в Псков, два дня три спектакля привезли Романа Джульетта. Полный зал и биток, набитый, и с детьми, и со всеми. И я к ним прихожу, ну, после спектакля встречи у нас со зрителями, они говорят, все благодаря, спасибо, что вы это привезли, потому что мы находимся в унынии, да. Наш народ вогнали в уныние. Да, сложные времена, но где, во всех сложных временах должен быть оптимизм выхода, выхода к свету, да, к вере, к свету, к чему угодно. Да, и вот мы привезли тот свет и веру в то, что есть любовь, которая все равно все победит. Полный зал и вот эта отдача людей необыкновенная. Нижний Новгород, да, ну, вообще просто, ну, я не знаю, такого успеха, да, даже в другие времена, ну, бывает, ну, нету такой благодарности. А сейчас люди, видимо, это необходимо, искусство всегда, балет, опера, музыка всегда были нужны. Я вот буду делать сейчас 9 мая праздники в Калужской области, и я открыл агитбригады, слушайте, более трех тысяч выездов на военные точки, объекты, большой театр, малый театр оперета, которые приезжали на точки, военные точки, да, и показывали спектакли. Они не говорили о войне, они говорили о любви. Сидят солдаты, слушают, плачут, рыдают и понимают, что они будут защищать, что они будут защищать. Ту веру, любовь, тот балет, то искусство, которое есть у нас. Смотрю на наших государственных, патриотизм, да, надо громко говорить, что мы патриоты, взять флаги в руки, выйти, говорить и так далее, и так далее. Потом смотришь по правительству на Западе, да, они с флагами первые выходили, да, мы, вот, все, все. А патриотизм в другом, да, воспитание своей культуры, культуры, музыки, живописи, это и есть воспитание патриотизма, да, своя культура. Это патриотизм, поэтому вот это балет, то, что мы привозим, привозим свою культуру и воспитываем наши семьи, людей и говорим, что это наша культура, да. Вот это очень важно, очень важно, это наша миссия, поэтому будем флаг держать крепко. Вот немного о воспитании в одной из передач на федеральном канале, рассказывая о себе, вы как-то сказали, что у вас в детстве было два воспитания, литовское и воронежское. Вот тогда, в детстве, разность народов, разность уклада жизни, разность воспитания, она ощущалась? Да вы знаете, они настолько похожи, и дед литовский, и дед воронежский, они очень похожи. Потому что литовцы, это, будем ли, те же славяне, для меня это южные балты, литовцы вообще ближе всего к славянским народам. Они, в принципе, и до 14 века все документы велись на русском языке, и поэтому Литва, Великая Литва, туда входили половина русских княжеств. Поэтому воспитание, почитание взрослых и там, и там было одинаково. Если я в Литве стоял на горохе, да, то есть когда меня наказывали... Наказание. Да, наказание. Я говорю, ну все, сбегу на дон, к деду, к бабке, все, сбегу от вас. Ну, да, в Воронеже я стоял на гречке. Разные, разные культуры потемные, да? Да, это очень смешно, но, тем не менее, и там, и там наказание было, и ты должен был знать за что. Да, за что, ты понимал за что. Там-то угнал овец, здесь-то угнал лошадь, вот. Но я думал, что они бесхозные, я все в дом, в дом, в дом, вот. Но за это надо было отвечать. Почитание того, что твой дом, да, это и есть то родовое гнездо, в котором ты должен расти. А что такое дом? Да, это стол, это дед, это бабушка, да? Дальше идет мама, папа, дети и так далее. Вот эти дедушки, бабушки, это очень важно. Это тот стол, когда за стол садились, что в Воронеже, что в Литве. Все сели, пока дед первый не начнет, никто за столом не ест. Традиция одна и та же, почитание своих корней, это очень и очень важно. И поэтому у нас больших различий-то нет. Нет больших различий. Есть различия в наших политиках, те, которые хотят все разделить и властвовать. Это должны все понимать, потому что все мы люди, заложники наших политиков и так далее. Поэтому любые конфликты, любые войны заканчиваются. Мы должны оставаться людьми. Вот это самое важное. Мы должны оставаться людьми. И поэтому сейчас пока те, кто запрещает русскую культуру, конечно, они хотят, чтобы их подданные не оставались людьми. Ведь это сразу превращает не мы, не люди. Давайте не смотреть Чайковского, Достоевского, не будем смотреть русские, что они говорят, поют. Нет, это не мы, не люди. Они делают своих подданных, не людьми, которые не понимают и не воспринимают других людей. Человек, который не воспринимает другого человека и считает, что его можно уничтожить, убить. Но кто же такой нелюдь тогда? Это все взаимосвязано. Мы 13 лет в Большом театре от кардабалета до главных ролей. Как пережили разрыв? Что заставило встать, идти дальше, развиваться? Ну, как пережил? Всегда очень трудно. Когда ты лишаешься своего дома, своих друзей, перед тобой закрывают дверь и говорят, что ты, в принципе, здесь ничего, ничего, ты не делал здесь ничего. Все забыли, все ушли. Опять же, это традиция нашей страны, когда надо обязательно уничтожить тех людей, которые прославляли страну и традиции наши, которые нужно убирать и уничтожать. Мы должны всегда помнить своих людей, артистов, государственных деятелей, военных и так далее. То есть память, 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 она всегда должна быть. Но наша страна, к сожалению, видите, память всего 50 лет, потом следующая память, и следующая снесли тот памятник, поставили другой, еще снесли, еще другой и так далее. Вот поэтому пережил, конечно, это очень болезненно. Но из-за того, что у меня уже были давно свои планы, и я много уже делал гастролей и делал всевозможные проекты, я, конечно, на другие рельсы очень быстро перешел и создал свою компанию, которая уже стала плыть своим ходом. Но переживал, конечно, очень сильно, долго и продолжительно, потому что, когда приезжал в нем в Большой театр, все время такая, знаете, сердце и душа наполнялась такой тоской, тоской по дому. А есть какая-то роль, может быть, которая особенно запомнилась в Большом, или наоборот, что-то, что вот не станцевал, не успел? Ой, много ролей есть, которые заполнились, но одна, пожалуй, самая трагическая в моей такой творческой жизни, это когда я готовил роль Ивана Грозного, одна из моих любимых ролей, которых танцевал и Владимир Васильев, и Юрий Кузьмич Владимиров, которых я очень обожал. Я всегда мечтал эту роль, станцевать, потому что я считаю, что этот царь у нас в стране вообще просто непонятным образом забыт, обходит и так далее. Вообще просто величайшая, величайшая глыба такая нашей истории и по музыке, и по образу. В общем, я это мечтал, и моя мечта приближалась каждый днем. Мы поехали во Францию, все, я готовился, и мне пришли, сказали, все, вы танцуете завтра Ивана Грозного, готовьтесь на репетицию. Представляете, Гранд Опера, наконец-таки премьера у меня будет. Вот она, мечта отрывается. Вот она, мечта, да, утром я все отрепетировал. И прямо перед спектаклем за три часа мне говорят, вы сегодня не будете танцевать Ивану Грозному, вы будете танцевать другой. Без объяснения, чего, почему, я говорю, как, что, вы сегодня танцуете в кардебалете. И это был удар, страшнейший удар, вот как бы я принимаю удар, да, потому что я был долгое время и не выездной, и все, то есть это понятно. Но такой вот, ну это я называю просто слом, когда берут артиста и об колено ломают, да. Вот, и мы станцевали этот спектакль, все, Гранд Опера, но в душе было столько всего, столько осколков колоссальных, что если эти осколки было не убрать, я не знаю, что бы с моим сердцем, со моей душой происходило, да, в какую сторону бы меня повело. Вот, и закончился спектакль, как-то пустая сцена, и я брату говорю, доставил магнитофон, включай, я пошел переодеваться. Все ушли, остались какие-то пожарные, там какие-то служащие театра. Вот, я переоделся в костюм Ивана Грозного, мой брат включил музыку, и на пустой сцене Гранд Опера я станцевал Ивана Грозного. То есть, это была такая моя личная победа над самим собой. Вот, это было здорово, и, в общем, те там 15-20 человек, которые были просто служащие, смотрели на сумасшедшего артиста, который один танцует Грозного на сцене Гранд Опера. Вот, это моя дистанцовая роль не для кого, но она станцована для самого себя. Эта роль убрала из меня все осколки, все осколки, и я снова стал собой с открытым сердцем. Но ведь балет в вашей жизни не сразу появился. Вы поступили на народное отделение, в Воронежское училище сначала, а в детстве вообще борьбой занимались. А детство военное, вот как пришли так к балету? Ну, вообще, это все очень странно. Балет, на самом деле, в моей жизни он так... Почему я очень много со своими артистами, выступаю в воинских частях, всегда поддерживаю воинские части, какие-то военные городки. Потому что я сам из такого городка, и когда ты занимаешься борьбой, греблей, и балет смотрится вообще так издалека, и не понимаешь, что это за искусство такое рядом. Вот. Ну, те, кто мои друзья занимались балетом в народном коллективе, они всегда вечером могли смотреть бесплатно кино. А я занимался борьбой, мне надо было все время платить 25 копеек. Это было ужасно. Надо было все время выпрашивать 25 копеек, чтобы пойти в кино. И ребята сказали, давай, чего ты мучаешься? Пошли на танцы, сейчас устроимся и будем смотреть бесплатно кино. Ну, я пошел. И я вам должен сказать, конечно, первое же впечатление, то, что это бесконечная красота, это большие светлые залы. Борцовские залы маленькие, без окон, без дверей. Понимаете, потрясающие девушки, красивая музыка. У нас девушек не найдешь. Парни мнут друг другу уши и не до музыки совсем. Вот. И вот эта вся красота. Мне сказали, там, в присядку два раза сделать, это вообще ерунда. Присел пару раз в присядку. В общем, все мне понравилось бесконечно. Вот это, знаете, ломание ушей, здесь ты кряхтишь, тебя мнут, ты кого-то мнешь. А здесь ты раскрылся, и все тебе улыбаются, никакой агрессии. Да, и вечером все в кино бесплатно. И мы попали. Я помню, это прям вот первый мой день, фильм «Дзефирилля Ромео и Джульетта». Детям до 16 лет, мне было 14. Ну, нас пускали, все. И вот на этой галерке я сидел и увидел впервые этот шедевр, который у меня запал в душу, просто моментально запал в душу этот сюжет. И после этого, как было не любить балеты, я занимался танцами фольклорными, борьбой, танцами, борьбой. Но в конце концов поступил в Воронежское хореографическое училище. Все-таки меня вывели педагоги, именно сказали, вот ты должен пойти туда. Вот, и я начал учиться в училище хореографическом. Причем меня обманули, меня не взяли на народное отделение, а взяли на классическое отделение. Мне сказали, что сейчас мест нету, поучитесь чуть-чуть на классике, а потом перейдете на народное. Ну, конечно, это был обман. Обман, и я учился очень плохо на классическом отделении, потому что я понимал, что мне это особо не интересно. А в народное я ходил и в свой класс, и в чужие классы, и в выпускные классы, в общем, везде приходил пустить меня позаниматься. На меня тоже так, знаете, смотрели, мальчишка вообще с первого курса приходит на третий курс, говорит, пустите меня к себе, ну, я хоть посмотрю здесь в сторонке. Меня пускали, представляете, да, к третьекурсникам пускали первокурсника, чтобы я смотрел, я с ними занимался, все это изучал. То есть мне было очень это интересно. Но потом, чтобы меня удержать в классическом отделении, опять же, мой педагог, Яков Лившис, пришел и сказал, говорит, хочешь поехать на конкурс? Он понимал, что я же спортсмен, я говорю, конкурс это что? Он говорит, ну, это чемпионат. В общем, да. Чемпионат России. Хочешь поехать? Я говорю, хочу. Он говорит, ты должен стать лучшим. Я говорю, сколько даете время? Он говорит, семь месяцев. Я говорю, ух ты, мало. Он говорит, ну, другой вариант и нет. Становишься лучшим в классе, я на тебя ставлю номер и едешь на чемпионат. Я становлюсь лучшим, вот реально лучшим. Я все бросил, химию, физику вообще. Какая нам химия? Вообще, то есть я вот приходил к 9 утра, и уже я ходил по всем классам, кто дает классический танец. Занимался, сбежал в другой класс, в третий, в четвертый, в пятый. Понимаете, там уже двойка там, двойка там. Там я приходил, там слезно молил, говорю, поставьте три спинуса, выучу вашу химию, физику. Умел договариваться с педагогами, ну, что-то я там читал, конечно, до сих пор химию, физику вообще не понимаю, зачем она нужна мне была лично. Вот, но вот литература, которую я вообще любил, да, и русский язык, история, вот, она, конечно, со мной вот по жизни шла все время. То есть гуманитарные науки, они мне были близки сразу. И в итоге я вот стал лучшим, все, поехал в Москву, получил лауреатство, получил диплом, вот. Вот, и получил билет в Большой театр, мне получил мой педагог, билет в Большой театр на балет «Спартак». И вот, конечно, я пришел на этот спектакль, на галерку, люстра громадная, хрусталь, внизу полный зал. Я сижу на самой галерке, ко мне подходит билетерша, бабушка древняя, говорит, молодой человек, здесь нельзя так сидеть. Вы даже сидите вот там. Я говорю, вот мой диплом, смотрите, я лауреат конкурса. Он говорит, что? Я говорю, дайте мне вот здесь посидеть. Ну, там, знаете, коленки, все. Я говорю, я у вас буду работать. Это такая вот, ну, вот, авантюризм такой присутствовал. Она говорит, ну, что, садись, садись. Как фамилия твоя? Я говорю, Таранда. Все, я запомнила. Вот. И открывается занавес. Я вижу Мариса Лиепу, я вижу Васильева, которые танцуют. И все, у меня просто... Я понял, что моя жизнь связана именно с классическим танцем. Все, я вернулся в Воронеж, я продолжал заниматься классическим танцем. Но я сказал себе, что я должен учиться в Москве. Все, мне нужно ехать в Москву. Я хочу видеть этих артистов, я хочу у них учиться. Все, в Москву. Я приехал в Москву, на самом деле поступил в Московское училище. И после экзаменов Григорович пригласил меня именно в Большой театр. Где я уже вот так вот видел и Васильева, и Максимова, и Бессмертного, Семеняка. Ну, и самое главное, встретился с Юрием Григоровичем. Ну, в общем, ваша судьба и жизнь так доказывает, что если очень хотеть, то все возможно, и всего можно добиться. Только так, конечно. Вообще, понимаете, дети с детства должны идти сначала в борьбу. Научиться бороться или научиться вставать в пульс после падения? Совершенно вставать, научиться вставать. Борьба, она всегда учит борьбе, но она, самое главное, учится вставать. Тебя бросают, кидают, на лопатки кладут. Вставай и продолжай дальше. Вот это тот принцип мужчины, который закладывает всегда встань, продолжай дальше. Как неваляшка. Только так может воспитаться характер. Вот помимо званий и регалий, связанных с культурой, искусством, у вас есть и награды совершенно в других областях. Звания почетные. Среди них несколько связаны с Русской Православной Церковью. Вот об этом немножко расскажите. Да. Почему? За что? Вы знаете, на самом деле, большие награды и брянская епархия, и митрополиты, которые наградили меня этими наградами. Для меня всегда очень было важно понятие веры. Я за ней отсидел, в принципе, тоже 4 года. И за свои высказывания, и за то, что я считал, что я православный, и почему я должен это скрывать, и почему я не могу привести со святой земли кресты, и так далее. То есть, ну, тогда это все звучит странно, вот, но тогда это все вскрывалось на таможне, и, если надо, на тебя доносили, и говорили, и так далее. Позиция нашей православной веры на ее гонение, ее становление, да и вообще веры самой, для меня всегда очень была близка. Потому что без веры выжить невозможно. Это просто невозможно. Ты должен верить во что-то. Вот есть всевозможные конфессии. Люди, которые верят, это лучше не найти. Потому что вера, она тебе помогает во всем. В твоей жизни, в службе, в работе, в семье, где угодно. И она всегда присутствовала со мной, да. И у деда, и у одного, и у второго. Это всегда было очень важно. Это очень важно. Это не было на показ. Это было все внутри. Но всегда, в первую очередь, когда было светлое воскресенье, такой все собирались, да. И все благодарили Бога за то, что есть, нет войны, в первую очередь, да. И то, что есть солнце. Это было здорово. Никто это не прививал особо, потому что, ну, во-первых, у нас было это и не принято. И, в общем-то, и в комсомол. Я вступил там, даже я не помню, по-моему, был комсомольцем или не было там. Может быть, один год даже, когда... А, в Большом театре, да. Надо было вступать в комсомол, потому что иначе был бы ты невыездной. В общем, вот. И там спрашивали, веришь ты в Бога? Я говорю, верю. Он говорит, потому что Бог во мне. То есть, ну, это... Ну, как-то приняли. Не знаю, как-то приняли. Это было странно, но приняли. Ну, я думаю, приняли, потому что Юрий Николаевич Григорович сказал принять. Вот, поэтому, наверное, и приняли. И когда дальше ты понимаешь, ну, как ты становишься на ноги странно, становишься взрослым, ты начинаешь понимать, как строится общество, и с чего оно состоит. Мальчишки, мы мало этого понимаем, да. А когда ты становишься взрослее, ты понимаешь, что вокруг тебя, что вас объединяет вместе. И понимаешь, что за саму веру нужно бороться. И тогда я стал понимать, что у каждого свой путь, правильно? Священник говорит об одном, это кто-то о другом. Кто, допустим, я культура, я могу сказать это о другом. Я стал делать те праздники, народные праздники, церковные, которые всегда были в нашем народе. Троица, Пасха, Петра и Февронии. То есть те праздники, которые не только интересны для церкви, но и которые в душе у народа. И вот, когда я стал возрождать Петра и Февронию, потому что, ну, я не могу, ну, нужно делать альтернативу этому Валентину, да, все сумасшедшие какие-то. Тень Валентина, какой Валентина? Ничего не могу понять. С ума страна сходит, Валентина и так далее. Когда у нас есть и жены Мироносицы, и Петра и Февронии, мы так сказали, вот, все, будем делать Петра и Февронию. Вот. И мы стали делать этот праздник. В одной епархии, в второй, в Брянской епархии, я нашел там сподвижников, вот, и вы не представляете, какой мы там сделали праздник, объединяющий всю Брянскую область. Нам дали центральный храм, всю поляну. Мы там сделали русскую деревню. Мы с 9 утра чествовали там в крестный ход, привезли всех женатых, которые только женились, и которые уже 50 лет вместе. Это было грандиотно. Мы со всей области собрали вот таких вот, ну, вот, у кого там бриллианты и золотые свадьбы. Понимаете? Мы их чествовали. Потом дали концерт утренний. Все, что связано с русской деревней, с бытой семьей. Как, почему, какой, что значит домострой. И вечером дали грандиозный концерт, именно посвященный Петру и Февронию, победы любви над злом около этого храма. Я вам должен сказать, что 10 тысяч народу, которое пришло на этот праздник, это было совершенно потрясающе. Которой была задействована церковь и мы, все. Государство практически осталось где-то сбоку. Они, конечно, все пришли, потому что они не ожидали, что, может быть, людям это нужно. Понимаете? Этот праздник, люди. И митрополит меня после этого праздника наградил орденом Брянской епархии. Такой очень почетный орден. Но когда он сказал, сначала перед праздником, мы с ним сидели, он все расспрашивал, как это пройдет. Все он говорит. А скажи, Таранда, здесь будет Лебединое озеро, ты хочешь прямо перед храмом показать? Я говорю, ну да, конечно. Я говорю, здесь будет вот отрывок из Лебединое озеро, когда именно любовь побеждает зло. Он говорит, а они что будут в этих пачечках? Я говорю, господи, о чем вы говорите? Нет, они будут в длинных шапеновках, потому что изначально это было в длинных. Он говорит, какой ты хитрый, Таранда, благословляю тебя. Я получил благословение на этот праздник, и на другие. Потом я сделал троицу совершенно. Ведь троица – это такой потрясающий праздник, который забыли мы все. А он идет три дня, и это громадные хороводы. Это ставятся деревянные качели над ручьем, когда все катаются, и девки кричат громко, чтобы зазвать эту любовь и весну, и все остальное. Это же фантастически красивый народный праздник, который вместе с церковью делается. Сейчас я это буду делать в городе Боровске. Мы уже с тремя настоятелями договорились. Они сказали, Гереминск, как ты, этот плац забыт? Я говорю, ну мы же с вами можем это восстановить. И это очень важно. Вот за Масленицу мне, конечно, епархия ничего не даст в ордене никакого, это понятно, но Масленица – это та народная традиция, которая живет в народе, и она будет жить в народе, потому что мы ее будем поддерживать, потому что то же самое. Да, вот есть церковь, и есть Масленица. Это два совершенно разных праздника. Это народный праздник, который церковь, в принципе, говорит, да, Масленица есть, она все есть, и блины, и все это идет. Но само празднование, оно как бы дистанцируется. И когда мы сейчас в Боровске делали, это все-таки старообрядческий город, это сердце православия такое, там и Боярни Морозовы, там и Протопопа Вакум. И когда мы сейчас сделали там Масленицу, потому что все было закрыто, кругом Москва, Московская область, естественно Калужского, все закрыто. А в Боровске нам разрешили. Потому что, опять, мы положили платформу под наш русский праздник очень правильно. Когда начались все вот эти события, понятно, что и мы, и вся страна наша находимся в большом унынии, непонимании, и трагедии, на самом деле, для всех это трагедия. Давайте все отменим, и праздники, вот с этого все началось, давайте отменим праздники, Масленицы, все отменим. И это тут же подхватил Запад. Отменяем, ребята, если сами русские отменяют свои праздники традиционные, давайте Чайковского туда отменим, Достоевского, все, русские сами все отменяют. Вот с этой концепцией я пришел к губернатору Калужской области и сказал, что мы делаем? Мы отменяем свою традицию, это наша традиция, она должна существовать. Мы в этой традиции говорим, что у нас будут петь, и у нас мы построили диканьку, деревню, и в этой диканьке мы пели русские, белорусские и украинские песни. И мы говорили, что нас объединяет. Это центр любви Масленицы, это центр любви, который объединяет русский народ. И он стоял так. А возразить-то нечего. Говорит, слушай, все, бороск оставляем. А он говорит, подожди, а кулачные бои? Я говорю, а как обязательно? Кулачные бои, все выходит, 50 на 50, помутузили друг друга. Но самое главное, ведь, понимаете, в русской народной традиции, в праздниках есть совершенно удивительные пласты. Дальше мы выносим большую братину с квасом, каждый ее выпивает и говорит, прости, брат, бил тебя, не со зла, ради удали. Они перед прощенным воскресением, мы все просим друг у друга прощения. Это фантастически. Я говорю, крепость берем. Что это значит? Это дух людей, которые защищают крепость, и те, которые ее берут. Это два духа силы, мощной, мощной славянской силы, которые соединяются наверху, да, в конце, все равно мир наверху. И эту крепость у нас брали в конце, вот эти карапузы. Понимаете, взрослые, все, там такая была каша мала вообще, взять Азова. И в конце мы договорились, и вот эти мелкотня, ну, человек их, наверное, пятьдесят восемьдесят. Вот все взрослые встали в такую, знаете, друг на друга, и эта мелюзга вся забралась на этот верх. Это передача вот этой малышне, когда они вырастут, им будет по двадцать-тридцать лет, они говорят, мы крепость брали на Маслице. Вот это были времена. Вы представляете, что это было? Это именно тот фундамент, на котором стоит должен русский правильный. Не в том смысле съесть шашлыки, нажраться блинов и так далее. Что под этими играми народными кроется? Какой подтекст, да? И вот где-то в восемь вечера, мы там костры зажгли, очень было красиво, появляются три настоятеля храма с разных сторон. И мне так говорят, Таранда, это за тобой. Ну, значит, это сейчас не попадет. И они, значит, меня взяли в кольцо и стали расспрашивать, как это, как то, как четвертое. И я вот эта платформа, платформа, которая была заложена, да, и за которую нам все это разрешили, она в их сердцах нашла у всех отклик, но просто у всех. Они поставили такую монастырскую кухню для всех людей, о которой только мечтать надо. Они вошли в этот праздник, да? И впервые на Масленице король Масленичный говорил, вы знаете, на нашей Масленице не будет здесь, вот здесь вот. Мы ее сейчас этого отвоевали, вот я ее забираю с собой, с собой в город. И там мы будем с ней прощаться, а здесь мы ее прощаем. Вот это тоже был такой, знаете, ход потрясающий, красивый. Но опять, мы вместе, мы вместе сотворили вот такое чудо для людей. И это чудо, часть нашей профессии. И церковь, и наши народные традиционные праздники, их ни в коем случае нельзя противопоставлять друг другу. Как это тоже сейчас у нас очень много делается в правовес нашей православной вере, начинают родноверы, вот это. Мы вот это, это наоборот. Наоборот, надо найти общие мосты, соприкосновения. Только так мы можем развиваться вместе. Хотелось бы, и я надеюсь, что мы увидим ваши праздники. И здесь у нас тем более, вот он монастырь, музей, такие поляны у нас тут прекрасные. Так что приезжайте. А сколько идей еще? Вы знаете, какие здесь мы здесь уже идеи там? И Хованщина, и царскую невесту, которую мы уже хотим делать в стенах монастыря. В стенах, да. Конечно, это же будет грандиозно. Сейчас и то же самое, и настоятели к этому идут. Потому что культура и церкви должны идти вместе. Они не должны раздираться друг от друга. Поэтому надеюсь, что, конечно, в Истаре все это будет происходить. И вы нам будете помогать. И мы сюда будем приходить с хорошими нашими спектаклями. Большое спасибо, что вы нашли время для портала Истра и РФ. А я хотела бы еще раз пригласить зрителей 23 апреля в ДК Костровский на балет «Лебединое озеро» от русского имперского балета.